Русь На речке Непрядве Август 1380 года На соборной площади Кремля, Людно В Архангельском соборе закончился напутственный молебен Москва провожает войско великого князя Дмитрия Иоанновича На битву с армией Золотой Орды На Русь идет сражаться с непокорным князем Дмитрием Возглавившим русское ополчение Темник Мамай Крым, Кавказ, западный берег Каспия уже в его руках А сейчас цель ордынца взять Москву Полтора столетия Русь платила дань орде Прошла долгий, многотрудный путь испытаний духа Но главное, непомерные тяготы усиливали собственные вражда распли Разобщенные русские князья поколениями Сначала деды, потом отцы и уже их сыновья Уступали и покорялись воле сильных ханов Народ, привыкший дрожать при одном только имени татарина Писал Ключевский Собрался наконец с духом Встал на поработителей И не только нашел в себе мужество встать Но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи Как могло это случиться? Откуда взялись? Как воспитались люди, отважившиеся на такое дело О котором боялись и подумать их деды? Преподобный Сергий Благословил на этот подвиг Главного вождя русского ополчения Сказав Иди на безбожников смело Без колебания И победишь Приняв благословение От преподобного игумена Сергия Просит великий князь Дмитрий Иоаннович Отпустить на битву Двух иноков Троицкой обители Александра Пересвета И Андрея Ослябю До принятия монашества Были Пересветы Ослябя Знатными боярами Храбрыми воинами Искусными ратниками Понимал великий князь И предвидел Что иноки Пересвета Ослябя Будут лучшим примером В бою для православного воинства Преподобный Сергий Возложил на иноков великую схему И сказал Вот вам, дети мои Оружие нетленное Да будет оно вам Вместо шлемов и щитов бранных Началось великое сражение 21 сентября 1380 года Бесстрашно вышли на битву Тысячи русских воинов К полю Куликову Наступил грозный час Решающий Войска сошлись лицом к лицу в полдень Замерли на русском поле Десятки тысяч воинов Как один Вглядываясь друг в друга Вдруг Из первой линии монголов Выехал всадник Звали его Челубей Тимир Мурза Ордынский богатырь Великан Сотрясая копьем Звал соперника на бой Но вот движение Вызов Челубея Принял русский монах Воин без латы шлема Облаченный в черную схему На картине Посвященной поединку Александра Пересвета с Челубеем Художник Михаил Авилов Изобразил иноков В полном защитном вооружении Конного воина русской армии Настоящим русским богатырем Братники Устремились навстречу друг другу И ударили крепко копьями И едва земля не проломилась И оба упали на землю Замертво Словно удар молнии Был их бой Своим подвигом Александр Пересвет Вдохновил русских воинов На битву с ордынцами Тотчас Засверкали тысячи молний Копья Мечи и сабли Кинжалы и стрелы Согремел Сотрясая землю Гром От столкновения Двух атакующих армии Закипела битва Не покорилась Земля русская Отстояла Веру христианскую Когда звонит колокол Замирает в благоговейном трепете Сердце русского православного человека Видит он Сверкающие купола и кресты Вновь возрожденных святын Храмов и монастырей Вознесенный над нашей землей Православный крест Как и шесть столетий назад Стоит на поле Куликовом Крест Символ веры И мужества Победы над смертью Редактор субтитров А.Семкин